Больше сотни киосков с газетами за ближайшие три года преобразятся и станут еще одним украшением Самары. Сегодняшнюю, пожалуйста. Спасибо. Глобальная реконструкция города в преддверии Чемпионата мира по футболу затронет и все объекты торговли. Теперь они будут соответствовать не только требованиям безопасности, но и вписываться в архитектурную стилистику города. Бизнесмены новшество приветствуют, но просят им пойти навстречу, дать льготы на оформление документов и подключение к коммуникациям. Власти готовы к диалогу, но и коммерсантов призывают быть гибче, если речь заходит о том, что киоск нужно подвинуть на пару метров. У нас же нет такой задачи передвинуть ваш киоск на 100 метров, чтобы вас никто не покупал. Я еще раз говорю, есть задачи, которые ставятся сверху. И если проходит под вашим павильоном, должна лежать там брусчатка или асфальт, или фонарный столб должен встать, ну мы-то здесь... Сейчас областной закон, который устанавливает новые правила, находится на правовой экспертизе. Если юристы не найдут в нем ошибок, он сразу же вступит в силу. Его основная идея – городские киоски не должны уродовать облик Самары. На рынке нестационарной торговли очень много в последнее время появилось так называемых приспособленных конструкций, то есть созданных из подручных материалов, которые в первую очередь не соответствуют требованиям безопасности. Я уж про эстетику сейчас не говорю. Стоимость павильонов для бизнесменов не должна превышать 300 тысяч рублей. Над созданием красивых и безопасных киосков уже трудятся специалисты. Мариана Мирная, Максим Гусев. События.